Привет, друзья! Здравствуйте! Это канал Федосы, это турнир по слабому звену, который мы делаем совместно с нашим партнером, компанией Тенниси Бэт. И сегодня у нас выпуск с главными... Кстати, не все они главные, но с главными мазохистами в мире футбола. С людьми, которые добровольно выбрали профессию судей! К сожалению, здесь нет одного из лучших судей МФЛ. Юры Апанасенко, он не доехал, зато здесь есть другие ребята. А судьи кто? Меня зовут Дмитрий Жижица, я судья МФЛ. Тем, что Кутуз меня чуть не отхерачил в судейской. Это не контакт для пинати, в таком матче на 90-е минуте! Я должен 5100 носу за дверь. Напополам договорились, а так больше ничем. Не умереть. Владимир Воробьев, судья МФЛ. Удалением в матче Родина-Медиа-Амкал, где я удалил коряк. Я не предполагал, что будет все настолько быстро. В матче Амкал с дружиной ты никого не делаешь? Это вообще не знаменитый матч. А здесь еще? Нет, дружины! Остаться в живых вместе с Димой. Я Никита Данте. Да ничем. Я так, мимо проходил, зашел сюда, по приколу. Спасибо, что зашел. Придумать план на следующий год. Всем привет, меня зовут Пупыкин Иван. Матч Брокбой с Титан. Штрафный удар, которого не было. Тут происходит вот это. Это пиздец, что происходит. И там колобок. А по мнению Дмитрия Егорова, Артема Райзена, взятка страны Титана. Это правда? Нет. Просто ошибся? Да. Стыдно? Нет. Так как мы сходим все медиалигу, выжить. Привет, Брагин в один, первой категории, город Москва. Вот это арбитр! Ничем, я ассистент, новенький, меня еще никто не знает. Надо работать до отпуска, чтобы не умереть, как Дима. Привет, меня зовут Макс Зобов. Ну, своими скандальными матчами в первых и вторых сезонах в единой лиге. Ну, что-то связанное с броупами, 100%. Вот такие вот замечательные мужчины. Мужчины? Нет. Мужчины здесь сегодня поборются за максимальный выигрыш, который может составить 182 тысячи рублей. Прикиньте, сколько баллов? Одна игра. Одна игра? Одна игра Мкала. Одна игра Мкала, да, если встретился с Германом перед этим. Все те же 23 задания, как и всегда, мы возвращаем. Три задания, которых не было в предыдущем выпуске. Мы их убирали на видос с девчонками. Кстати, большое вам спасибо, что вы так здорово посмотрели видео с дамами. Это очень приятно. Надеюсь, судьи вам тоже будут интересны. Все, не смей больше задерживать. Погнали прямо сейчас мы начинаем! Лжедмитрий Первый начинает. Попасть в очко! Кстати, обычно мне, а тут... Ясно, добрый вечер. Владимир, вам не надо думать, Классбанк или не Классбанк, потому что ваш коллега не выполнил задания. Нажимайте. Пенальти наоборот. Ну, как будто бы я тебе задолжал за матч с дружиной. Но на самом деле, те два удаления, которые были в той игре, только выбили нас из колеи, поэтому никаких фащад. Могло бы быть уже 3-2 в пользу дружины. Еще одна подача летит! Никита умеет заглатывать. Что я сейчас сделаю? Гол с подачи. Голл-шот наоборот. От бабушки ушел, от дедушки, от Федоса. Пора менять протаря. Первые 500 рублей подвисают благодаря усилиями Колобка. Давай продолжим. Продолжаем. Голл-шот слета. АТВ. Какой-то очень корявый, непонятный, но удавшийся АТВ. Как мое судейство. Абсолютно. Зобыч красавчик. Вообще. Абсолютный. И 500 рублей подвисает Дмитрий Жилинский. Давай, дальше. Решает, что делать с его жизнью. Дальше, дальше. Дальше он верит в себя с нулевого угла. Какая фи-те-лега, блядь. Какая фи-те-лега, блядь. По-прежнему 0 рублей у команды арбитра в банке. И Владимир Воробьев показывает, может ли он делать что-то лучше, чем судейство. Лонг-шот наоборот. Ну не вратарь х**ть делать, воробью х**ть приделать. Данте, мистер Данте. У вас ничего не висит. Круто. Хотя бы что-то между ног может висеть. Даже яйца, блядь. АТВ. 500 рублей у команды подвисает. Первые деньги в банке. Уфыка такой так, это 0,7. Минус 5,6. Лонг-шот с накапом. Если бы он остановился, мы бы не засчитали. Так он остановился. Он остановился. Нет, остановился только ты в развитии. Вот это панч. Лонг-шот наоборот. Прикольно. Немножечко унижать судей. Где драться? Дальний бьет. Блядь, я тебе говорил, за 5,4 качай правые. Ну что ты, ара, блядь. Блядь, еще один лонг-шот наоборот. Извините, что это столько. Надо заслуживать, Федос. Вот это я расслабился. Ну что, в первом раунде вы положили в банк 500 рублей. Еще 500 подвисло. Что с ними делать, мы решим... Вау. Что с ними делать, мы решим в начале второго раунда, но уже без кого-то из вас. И иммунитет у Макса Зобова. Против него голосовать нельзя. Кто из вас во время секса показывает своей девушке желтую карточку? За симуляцию, естественно. У кого из вас Станос отобрал свисток? Ведь если он будет много свистеть, то не будет денег. Кто из вас не пользуется мылом? Потому что считает это каннибализмом? Давайте проголосуем и узнаем, кого вы считаете самым слабым звеном. Валой, прости. Я так и знал, говно. У меня дедушка умер от цирроза печени. Я очень скучаю по нему. Его звали Иван. Он от бабушки ушел, он от дедушки ушел. И отсюда тоже должен пойти. Кто это? Ну кто, колобок? Ваня? То же самое. Пупыка. Я, конечно, художник от бога. Огонь по своим! Ну ладно. Это я, да? Ладно. Никита Кудрявый Данте. Похож? Тебе Кудрявый стал? Ну Данте был Кудрявым. Нет? Я перепутал тебя с другим игроком. Первым вылетать. Мне всегда на самом деле очень обидно прощаться с первым участником. Но не сегодня! Кстати, друзья, знаете ли вы, почему Ваня не медийный? Ну, просто в России пропаганда ЛГБТ запрещена. Ах, кстати, что общего у Ивана Пупыкина и яичницы глазуньи? Ну, глаза вроде есть, а смысла никакого. Ни хуй не видят, я бы так добавил. Именно так. Именно так. Сука, я так в мразии себя чувствую. Не добили шутку. И это, кстати, очень правильное чувство. Тебя называют Колобок. Колобок в сказке сумел сбежать от многих, пока его не съела лиса. Тебя же сегодня схавали твои... Ну, вроде как, друзья, наверное, но сегодня... Были, были, да, были. Сегодня они тебе соперники. Ты где-то внутри каждого из них. Ты самое слабое звено. Только попробуй, меня удалит. Прощай! Были у меня друзья. Сегодняшнего дня, видимо, они пропали. Но ничего, найдем новых друзей. Всем пока. Второй раунд. У вас в банке 500 рублей. 500 рублей подвисло. Дмитрий Жилинский, что мы делаем с этим пятихаточкой? Я думаю, мы с этой пятихаточкой ее кладем в банк и будет Косаревский. Косаревский в банке. Погнали во второй раунд. Факом нажал Владимирович Бребьев. Лонгшот с летом. С летом здесь зимой, я нечего веснули. Это немножко такой. Уже прокисший. Уже немножко прокисший лонгшот. Да, у нас вторая половина сентября, а это еще с лета. Вот оно, какое наше лето, летая казель. Сучка, блядь, я ее, блядь. Лонгшот слабой ногой. А если две слабые? Тогда бей любой. Но лучше лень. Я просто уверен в себе. Я? Альфа. Я ее Омега. Нет, нахуй немножко. А сколько кругов у нас? Пока три. Прошло. Не, а вообще сколько будет? Пока он не вылетает. Я еще не смотрю, ты хуй считай. Привет, Китов. Спеши со мной. Пока я ходил где-то там, обалдеть. Шутили, и это хорошо. Я отыграюсь. Пенальти пяткой. Давай, Вадик. Вадим Бышевец. Блин. В рот. Ну все. Максим. Вот и помер дед Максим. Да и хуй остался с ним. Пенальти. Работай. Я ноль кладу в банк. Ты ноль. На этом можно заканчивать. Я ноль. Вот и все. Ну что, пениси. Лонгшот с лета. Ни одного пениси. У тебя будет весенний лонгшот. Коман. Что, нормально? С центра поля. Пенальти наоборот. На юбкер. Так, что он сказал? Ясно. Пенальти слабой на бой. Ты не вмешивай. Давай. Пишет. О, Вадик, Вадик. 500 рублей подвисло. Сохраняем? Сохраняем. Давайте, блядь. Мы за любую тверденьку. Давайте. Пилотары тысячи рублей. В банке. Камень, ножницы, бумага. Камень, ножницы. Арбитры, в этом раунде вы положили в банк 500 рублей. Стабильность. Кстати, а сколько платят главному за один матч в МФМ? 2500 евро. Нет, 9000 рублей. А помощнику? 4500. А резервному? 2500. А Грише 400 тысяч, он хронометрист. У вас нет иммунитетов. Но у вас есть право выяснить. Кто из вас в школе учился считать в обратном порядке? Три, два, раз. У кого из вас 11-сантиметровый? Как они узнали? Володю, раз, все. Кого из вас, даже ваша жена, воспринимает только как резервного? Хорошая. Давайте проголосуем и узнаем, кого вы считаете самым слабым звеном. Говори, сука. Воробей, беги. У меня по-другому, просто воробей. Идите нахуй, я так и знал. Копировал. У меня теперь не художник, просто курлык. Вот я так и знал, блядь. Я так и знал, сука. А я, блядь, мит... Не, я не буду показывать. Меня, блядь, Вадик нахуй, Брагин. Я сегодня не пью, блядь. Ты чуть не погубил Амкал матча с дружиной. Это правда. Удаляя игроков дружины, ты только губил Амкал. Я помню, что это очень хорошо. Так бы мы их легко дожали. Поэтому мне жалеть тебя совершенно не хочется. Кстати, ты помнишь свою самую первую ошибку? Дату рождения? Ну, конечно. Гад какой, прочитал шутку, а? Да. Да, очень легко. Как и все решения Владимира Воробьева. Эх, вообще мало кто знает, но Володя, услышав эй-гей-гей, всегда оборачивается. Эх, вообще, Владимиру Воробьеву в детстве говорили, не свести, денег не будет. Но он повзрослел и всем доказал, что на свисте можно нифигово так заработать, если вести правильные переговоры. Но здесь это не получается. Владимир Воробьев, вы самое слабое звено. На секундочку, прощайте. Ни говна, ни ложки, блядь, ни судей, на... Так и судим, блядь. Ну, я надеюсь, меня еще раз позовут. Кстати, ради следующей передачи я готов подстричься на лосо, но только если мне Фидо сразу же будет выдавать иммунитеты прямо в первом голосовании, потому что, ну, нас сразу убирают. Самых пьющих или не пьющих. Дмитрий, давай попер, ты должен забить хоть раз. Хоть раз я-то должен. Давай, мы продолжаем. Пенальти, обычные пенальти. Погоди, а свистка не было? Ну, давайте еще без свистка, блядь. Слушай, ну, на самом деле ты сделал все грамотно, качественно. В выпуске с судьями такое можно, мы это засчитываем. Но вы знаете, как у нас в слабом звене работает карма. А карма у нас в слабом звене работает так, что шурц, где карма сыграла против Назара, набрал уже почти 5 миллионов просмотров. Полторы висит. Что, сохраняем или идем дальше? Давай, сохраним, да. Сохраняем. 3000 рублей в банке. Да. Ше, в принципе, на шестерых. Лонгшот слет. Финальти. Какой? Огонь. Убегай, Форрест. Беги, Форрест. Беги, скорее. Прямо сейчас здесь присутствует бригада судей в полном составе. Главные, помощники и резервный судья. Кстати, вы же не любите, как говорят, боковой, да? Да. Почему? Да хуй знает даже к чему-то. Все время нас песочат, нам надо тоже к чему-то прикопаться. Это типа как вратарь не стоит, а играет, а боковой может быть только ветер, да? Боковой только ветер, да. Боковой может быть только ветер. И судья. Щитыник. Макс, 500 тысяч. Ты продолжаешь? Да, конечно. Продолжаем. Мазар. Пенальти слабой ногой. У меня левый стол. Подписывайтесь на канал Фидос. И не забывайте, что можно ставить в теннисе, но у них сегодня выходной. И это не рабочая нога у меня. Полторы висит. Дмитрий. У нас сейчас сколько банк? 4500 уже. А с полтора часа сняли. У нас становится 4500. Да. 4500 банк? Да, кидаем банк. Пожалуйста. Пенальти пятки. А я Никита? Блин, может что-то нормальное? Я пока еще ничего нормального не делал. Начеканить головой 15 раз. Ты что, не сможешь? А можно вместо него подменить? Ты не сможешь? Да, конечно. Он не сделал пятнадцатый. Мне так больно. Если я встану с каким-то чудом, я просто оху ею. Лонгшот. Обычный лонгшот? Давай, я не помню. Лонгшот с лета. Блин, ну вот этот стоит там в этом углу. Выйди чуть-чуть в центр хотя бы. Подмышкой короны. Вы в этом раунде выступили лучше, чем в двух первых. В третьем раунде вам удалось отправить банк 3000 рублей. Хотя могли бы положить, как всегда, 13 тысяч. Иммунитеты неизвестная штука для вас в этом раунде. Зато скоро нам станет известно. Кто из вас стал судьей? Просто для того, чтобы его как можно чаще оскорбляли. Кого из вас опасно ронять в тюремном душе? Кто мечтает найти жену с фамилией Ягеева? Давайте проголосуем и узнаем, кого вы считаете самым слабым звеном. Ну, чисто по-футбольному. Говори, Данте. Роман, ой, Никита. Никитоз. Сори. Это будемождаемо, я уже защищался. Я просто фанат Барагио португальской. Каждый раз, когда мы выгоняем Никитоза, мы не можем обойтись без блока определенных шуток. Мало кто знает, но Никита Данте провалил кастинг на роль Нео в Матрице. Не смог увернуться. После этого Данте не взяли на работу кассиром в пятерочку. Не давал сдач. Как вы знаете, друзья, после встречи с Широковым Никита стал опизданте. Так тоже можно было написать. Ну, а вообще, Данте такой скорострел, что ему приходится показывать своей девушке замедленный повтор. Ладно, пойдет тоже. Этот момент Данте тоже, возможно, пересмотрит. Ведь прямо сейчас я покажу ему, что он... Ничего, ничего, ничего. Самое слабое звено. Фу, ничего. В нашем шоу можно все. Ты самое слабое звено. Прощай. Не, ладно, если брать по-спортивному, то все справедливо, ни хера не выполнил. Ну, блин, с другой стороны, мне дали такие челленджи. Я считаю, что Федя подкупил все. Это нечестно. Поэтому предлагаю его на полиграф отправить. Последний раунд на выбывание. У вас в банке 4 500, хотя могло быть уже 39 тысяч рублей. Вы тут шутите, что у партнера нашего канала Тенниси Бетт сегодня выходной? Ну, хотите, действительно будет выходной. И в этом раунде Тенниси Бетт не будет удваивать все, что вы заработаете. Нормально же общались. Нормально общались. Мне кажется, стоит удвоить. Поэтому в этом раунде и в следующем будет удвоение. А значит, что в сумме за два ближайших раунда вы можете положить в банк 52 тысячи рублей. Слабое звено, Дмитрий Жилинский. Поехали. С нулевого угла. Да, да, сука! С нулевого угла, потом с минусового угла будут вторые задания. А у них просто забей с линии ворот гол. Тенниси Бетт! И что это значит? Косарик? Давай. К четвертому раунду мы вспомнили о том, что... Еще раз вспомнили о том, что партнером нашего выпуска является компания Тенниси Бетт. И именно она позволяет как игрокам, как участникам нашего шоу, так и пользователям получать бонусы бесконечное количество раз. Это значит, что у команды сейчас тысячу рублей подвесняет. Лично тысячу получаешь ты, Вадим. Зря приехал. А до этого считал, что зря? Да. Зато честно. Макс! Да. Тысяча висит. Что делаем? Ты решаешь сам. Давайте рискуем. Рискуем, идем дальше. Пожалуйста. Лонгшот слабой ногой. Ну левая для ходьбы, блядь. Дайте с правой пробить. Выход 1 на 1. Ого! Это было очень охуеть, честно говоря. Если ты сейчас забиваешь, ты зарабатываешь иммунитет и уже точно выходишь в финал. А Тенниси еще можешь попасть? Может. Но голос подачи. Это было неплохо. Обидно, клянусь. Обидно, но... Макс! Давай. Последний шанс в этом раунде что-то положить в банк. Заработать в ТВ. Ну и у меня ножки подсели уже. Какой же это корявейший АТВ. Какой угодно. Корявый еще какой-то. Ну не такой. Корявый. У вас 1000 рублей подвисает. Она не отправляется автоматом в банк, потому что в следующем раунде мы тоже будем утваивать все, что вы заработаете. А пока берите таблички. В этом раунде, неуважаемые судьи, вы положили в банк 0 рублей. Тысяча висит. Что с ней делать, мы решим в следующем раунде. Вы, естественно, без иммунитетов. Давайте выясним, кто из вас настолько одинок, что постоянно играет рукой. Кто из вас наследник Чикатило? Потому что так же убивает все команды, матчи которых судят. Для кого из вас зайти в гей-клуб не считается опасной игрой, потому что там все свои. Давайте проголосуем и узнаем, от кого вы решили избавиться в последнем раунде на выбывание. Вот так вот. Говори. Брага? FC Брага, Португал. Дмитрий Жиринский, 90-го года рождения. Мало кто знает, но Вадим Брагин был на приеме у офтальмолога. И ему прописали запрет на выход на матчи без собаки-поводыря. Мало кто знает, но если Вадима Брагина трахнут в темной комнате, он скажет, я не видел, значит не было. Если предыдущие два факта, которые я озвучил, начинались со слов «мало кто знает», то самого Вадима Брагина не знает вообще никто. Единственное, о чем знают теперь все, все, ты самая слабая звена. Прощай. Главное, чтобы не спалились, что мы долбимся с тобой, братан. Сука, опасно. Все куплено, даже здесь. Так что будем разбираться, будем разбираться. Последний раунд, в котором вы можете заработать еще немного денежат, по три попытки будет у каждого из вас, уже не на выбывание. Мы снова удваиваем все, что вы заработаете, значит максимальная сумма, которую вы можете положить в банк, 26 тысяч рублей, тысяча у вас висит. Сарик, давай сохраним. Сохраняем 5500 у нас, да? Да. Да, сохраняем. 5500 в банке. Супер Блиц, 3 пенальти по 2. Хорошо. Сука, блядь. Кроссбар с точки пенальти по посту перекладки. По последней попытки у вас и вопрос. Вопрос. Какого цвета была экипировка судей на самой первой трансляции на канале МФЛ? Время пошло? Да. У нас было два цвета. Так, было два цвета и судил Юра. Надо либо черную, либо желтую сказать, а Юра судил по-любому черное. Черное. Цвет формы был красно-черное. Чего? Не можешь быть такого? Нет. Почему? Красно-черная форма. Один цвет формы. Низ черный, наверное. Ну я же про низ, а мы не провер говорим. Мы проверим. Раз. Съемок фильма. Правильно. Правильно. И это косарь подвисает. Что ты с ним сделаешь? Ты сходишь в банк или у тебя последняя попытка? Давай сохраним. 6500. А ты? Давай что, подъем. Ну это пи***ц какой-то просто. Ну сколько можно? Нет. Ну как, бля? Нет. Со второго касания. Ты правильно сделал, что положил деньги в банк. 6500 итоговая сумма, за которую эти ребята поборются в финале. Финал! Дмитрий Жилинский против Макса Зобова. 6500 в розыгрыше. По три попытки. Лонгшот, пенальти. Выход 1 на 1. Погнали! Ой, бля. Здорово, здорово. Великолепно. Выход 1 на 1. В твоем случае выход 1 в 0. Нет, в моем случае 0 в 1. 0 в 0. 0 в 0. Выход 0 в 0. 0 в 0. Выход 0 в 0. Давай по новой, Миша. Все хуйня. Мы сейчас не надеем. Была, была другая. Да, бля, да. Ты дурак. Лонгшот. Хорош, Федя. Дима тоже молодец. Вот мы переобулись. Лонгшот тоже. Бля. На какашечке 1 в 0. Как омкал когда-то. Проходил всех 1 в 0. Была из этого же разряда. Удар! Удар, рекорд! Если ты сейчас забиваешь, ты побеждаешь. Что-то за ентришки надо. Лонгшот. Ой, бля, сейчас в лысую макушку чуть не отскочила. Сейчас был бы сам скромный волк. Я хотел ему об голову и назад, бля. Все было спланировано. Великолепный план, Уолтер. Просто офигенный, если я правильно понял. Если ты сейчас не забиваешь, ты проигрываешь. Надо пенальти. Пенальти! Пожалуйста. Давай фишку еще, брат. Это называется, надо разводить Федю. Играем до первого пробка. Пенальти. Надо забивать. Пенальти. Бля, блядь! Да ну, блядь, ну так хорошо летел, блядь, в девяточку. Почти девятка, ёу. Водка, водка, водка! Да! Я эту победу посвящаю Ивану Пупыкину. Во-первых, друзья, несколько слов о Максиме Зобове. Что-то накидали, меня-то знают. Конечно, конечно, конечно. Например, знают о том, что Макс настолько любит контакт для пенальти, что уже забыл о контактах с девушкой. Ну, а вообще, Макс Зобов настолько продажный, что ему завидуют даже самые матерые шалавы. Правда, вот сейчас ему вряд ли кто-то завидует, ведь он проиграл в финале и стал слабым звеном. Макс, прощай! Не, ну побились, с Димой в финале было классно, на самом деле. Он далеко дошел, думал, будет чуть раньше. Обидный, обидный промах в конце. Ну, ничего, будем работать дальше. Вам я пожму руку, как будто бы прямо сейчас начнется футбольный матч. Здравствуйте. Хорошей игры вам кто-то сегодня явно пожелал, и это удалось. Дмитрий Жилинский побеждает в этом батле! Ну, на самом деле, наверное, это будет правда, если Макс Зобов самый медийный судья МФЛ оказался победителем. Димон, 6500 ты забираешь, попадаешь в один из суперфиналов. И самый главный вопрос, готов ли ты сыграть со мной в суперигру? 23 задания, все те же, которые сопровождали вас по ходу этого выпуска. Одна попытка может выпасть любое задание. Если ты его выполняешь, ты удваиваешь, выиграешь и уходишь отсюда с 13 тысячами рублей. Если ты не выполняешь, ты уходишь, ничем. Рискуй, рискуй, дай. Конечно, я играю, Юг. О, играет! Тигр, брат! Все, давай, игра, суперигра. На тренажку можно нормально посидеть. На ноль можно нормально пососать. Мы все очищаем, я делаю, нажимаю здесь Reset, все начинается заново, память приложения очищена. Он выполнил задание. И тогда 14 тысяч. Почему 14? А, ты еще касательно получил. Красавчик. Так, ну, я хочу на голове. На голове. На голове надо. Лонг шот. Наоборот. Вот оно. Вот оно. Где мои спайеры, блядь? Нет, Федя, нет. Федя, нет. Не вышли. Да ну, но. Все? Ну, он бессовестный. Просто бессовестный. Да, читалось, а надо было не читать, блядь. Дмитрий Жилинский рискнул. Риск, классная штука. Я благодарю тебя за это. Ты уходишь отсюда ни с чем ноль рублей. Составляет твой выигрыш. Но это было круто. Ты все равно попадаешь в суперфинал. И в суперфинале обязательно мы тебя еще увидим. И там ты сможешь побороться за новый приз. И за попадание в суперфинал. Ты явно расстроен. Да, да нет, нет. Я устал просто. Ну что ж, друзья. Спасибо вам большое, что пришли. Честно, я не очень верил, что судейский выпуск может получиться классным, задорным. Но сегодня я кайфанул. Я благодарен вам. Я ошибся. Я надеюсь, что мою ошибку подтвердят и подписчики, которые круто посмотрят этот выпуск. Друзья, здесь сегодня с нами были в этом выпуске Иван Пупыкин, мистер Колобов, Владимир Воробьев. Никита Данте, Вадим Брагин, финалист Макс Зоба, победитель Дмитрий Жилинский. Ссылочки на всех мужчин мы оставляем в описании. Помимо ссылочек на всех мужчин, вы также можете найти ссылочки на этих арбитров. Канал Федос. Мы продолжаем расти, мы продолжаем делать контент. Подписывайтесь. И мы с вами обязательно станем скоро со всем самым популярным каналом на всем ютюбе. До мистера Биста осталось немного. Спасибо, что посмотрели. Увидимся. Пока! Браво! И на твоему ангалу, блядь, пойдем. Ха-ха-ха!